В Екатеринбурге, во дворце правосудия, в громком уголовном процессе по делу бывшего прокурорского, бизнесмена, юриста и, как считает следствие заказчика двух убийств Алексея Карпова, прошли прения сторон, в рамках которых гособвинитель попросил для Карпова 21 год зоны строгого режима и штраф 500 тысяч. Наемному киллеру, кстати сказать, чемпиону Европы по пауэрлифтингу Алексею Савосину попросил 22 года зоны строгого режима, ну а для посредника Александра Бабусенкова 10 лет неволи тоже строгого режима. Мы об этом процессе очень много рассказывали и вот он вышел на финишную прямую. Прения сторон, последнее слово и дальше только приговор. Для тех, кто вообще ни разу не слыхал про злодеяние Алексея Карпова, бывшего сотрудника прокуратуры, ушедшего в бизнес и юриспруденцию, вкратце замечу, что впервые он широко засветился в телеке в сентябре 2012 года, когда стало известно из неофициального, но компетентного источника, что Карпов якобы отжал, то есть переписал на себя задним числом, всю империю самого крутого наркобарыги Екатеринбурга Лехи Андреева, который по всей России торговал китайской наркосинтетикой. Кое у него на складе силовики обнаружили сотни килограммов. Напомню, что Андреев в СИЗО пытался отъехать по дуре, намазывал свои, простите, фекалии на хлеб и ел. Но психушку ему отчалить не удалось, его посадили, но странное дело, по суду мега-наркобарыга получил срок меньше меньшего. И вот тогда возникло подозрение, что этому каким-то образом поспособствовал юрист Алексей Карпов. Ну и, видимо, за это он получил всю империю Лехи Андреева, а это порядка 100 миллионов рублей. Квартиры, машины, спортивные мотоциклы и так далее. Ну и, кстати, в суде Карпов не скрывал, что является очень богатым юристом. Он еще сетовал, что все его имущество на 150 миллионов было арестовано. На это силовики парировали, что арестована только часть имущества на 60 миллионов. Что касается вменяемых Карпову двух заказных убийств, то первое случилось 24 февраля 2010 года в гаражном кооперативе на Московской. По мнению следствия, Карпов через посредника Бабусенкова нашел наемного киллера, чемпиона Европы по поднятию тяжестей Алексея Савосина, и заказал ему свою главную бухгалтершу Анастасии Чечелеву за то, что он должен был ей 3 миллиона 200 тысяч рублей. Но отдавать никак не хотел. Савосин застрелил женщину в гараже в голову. Второе заказное убийство бизнесмена, директора сибирской торговой компании Евгения Коновалова, случилось спустя 2 года. 23 февраля 2012 года на троллейбусном кольце на Крауля. Киллер Савосин сел в лэнд-крузер Евгения Коновалова и выстрелил ему в затылок. Следствие считает, что этого бизнесмена Карпов заказал, чтобы с помощью мошенничества заполучить комплекс зданий на Армавирской. Ни заказчик Карпов, ни киллер Савосин вины свои не признали и объявили это уголовное дело сфабрикованным. Но у следствия, а теперь и суда, есть признательные показания еще одного посредника Бушмакина, который пошел на сделку со следствием. Во всем покаялся и ввалил всех участников этой смертоносной цепи. Суд над Карповым и иже с ним стартовал во Дворце правосудия 19 марта сего года. И вот процесс дошел до прения сторон. Гособвинитель, напомню, запросил для Карпова 21 год строгача. Судья Вячеслав Малашковец удалился в совещательную комнату для вынесения вердикта. О приговоре постараемся рассказать.